Всем привет! С вами Оксана Дереза. И да, я пытаюсь снять третье видео за сегодняшний день, потому что я не знаю, как у меня будет со временем в ближайшее время. Со временем в ближайшее время, сказала я. Но соседи мне усиленно помогают. Так что, сори, прошу прощения. Как получается, да? Видео сегодня о готовых работах и процессах февраля. И вы видите перед собой вот такой рулон. Это такой ролл для хранения неоформленных процессов. Сабиночка, еще раз огромное вам спасибо. Я с большим удовольствием пользуюсь вашими подарками. Вы прелесть, вы меня очень порадовали. Здесь у меня хранятся все работы, которые пока еще не поехали на оформление нигде, никуда. И сейчас мы вот тут вот так раз, вот тут так два, вот тут три. Не могу сказать, что я рада тому, что у меня появился этот рулон, но я рада тому, что у меня есть где хранить это все дело. Вот так, и сейчас у меня еще один процессик, который я забыла прихватить, но который я вышивала в этом месяце. Вроде все взяла. Так, ну что, давайте начнем с готовых работ, а потом уже с тех, что продолжала, и с тех, что начала, да? Ну вот. Нет. А, зачем я слишком устал? Достала я его в январе вышивала, ну вот уже все забываю. Итак, первая вышитая работа февраля, пардон, это вот такая лошадка, я уже про нее много рассказывала, ссылочку на это видео я вам оставлю. В общем-то, план выполнен, да? План в этой части выполнен с успехом. Я даже сняла ее сразу ранее, чтобы видео об итогах показать, но не успела просто отправить. Я хочу отправить его на оформление. Очень интересное оформление, и здесь у нас в городе так не оформляют, поэтому буду оформлять его дистанционно. И, конечно, надеюсь вам показать прекрасную работу, которая получится. Отправляю ее к Ирине Филоновой. Так, вот такая красота. Ирина Филонова, она спонсор двух моих проектов вышивальных, это наших проектов, да? Это я вышиваю картину и вышивальные приметы, которые мы вышиваю картину вместе с Татьей ведем, вышивальные приметы вместе с Надей. И ссылочку на группу Ирины обязательно вам оставлю. Вот. Там очень такая интересная идея. Конечно, очень хочется мне, чтобы оформили именно так. Но я пока не буду вам рассказывать, загадывать, потому что вот дождемся, когда приедет работа. В общем, как вышла я эту лошадку. Девчонки в чате надо мной, которые в челлендже со мной вместе, часто смеются надо мной. Ага, ты вышла лошадку, вот теперь работа, да? Работы появилось побольше. Но ничего. Работа это всегда хорошо. Когда работа есть, это значит, ты кому-то нужен, ты что-то делаешь, да? Нужное и полезное. Вторая работа, которая была завершена в этом месяце, это аналог фирмы Dimensions от группы «Рукодельная шкатулка». Девчонки присылали мне ее на обзоры и отшив, попробовать посмотреть. И вы знаете, я не была в таком восторге от этого сюжета до того, как его вышло. Теперь же я влюблена в эту картину. Я надеюсь, она в будущем. Я вам честно скажу, я даже когда вышивала, я была уверена, что эту работу я оформлять не буду. Теперь я понимаю, что она достойна того, чтобы висеть на стене, потому что очень красивый сюжет получился. И я даже не... Вот понимаете, я смотрю на нее и не понимаю, как это... Вот здесь какие-то крестики, полукрестики вышиты, вот здесь какие-то крестики, тут вообще голая канва, да? А в итоге потом смотришь, блин, так это даже сугробы видно. Не просто там как бы там покрывало снежное, а как бы сугробисто. Как-то объем какой-то есть. Как это получается? Вроде смотришь, да? Ах, лубочный сюжет. Ну вот, ну посмотрите, какой объем. Какая перспектива, как все детально, как все рельефно. Вообще, а цвета? Цвета, конечно, потрясающие здесь. Я не знаю, как в оригинале, в руках не держала, но то, что у меня лежит сейчас перед моими глазами, это мне очень нравится. Мне нравятся все эти оттенки, как все это выглядит, потому что, ну, ну просто супер. Просто супер. Спасибо девчонкам за возможность попробовать и вышить данный дизайн. Я, конечно, им очень довольна. Красота. Вот. И у меня оставалось еще время, чтобы вышить немного. Быстро-быстро, срочно-срочно. Точнее, я даже еще не закончила вышивать зима на главной улице, но я начала вот эту работу. Это совушка, которая приехала ко мне из Мировыживки. И я с большим удовольствием ее вышивала. Вышила за час, закатала на нее желание. Мне предлагали, вот она вот, видите, здесь единственное, вот то, что, минус то, что канва немножко такая дырчатая, я уже об этом говорила, но я ее стирала, потому что я записывала на обратной стороне желание. Вот. И поэтому надо было ее, конечно, постирать, потому что полностью все просвечивалось вообще. Прям канва насквозь покрасилась от маркера. Вот вышла, потом намочила, отошел этот маркер, погладила и оформила в рамочку. Вот. Такие дела. Совушка-филин. Мне почему-то все время хочется называть ее совушкой, хотя вот видно, что вот по этим вот этим мушкам таким, что это, конечно, филин. Такой красивый стоит у мальчишек сейчас. Очень-очень нравится. Спасибо, Артео, за такие разработки, миниатюрки чудесные. Конечно, я уже говорила, что на подарок это просто замечательно. Далее сюжет у меня, который почти практически не продвигался, но все-таки продвижения были. Это вот эта святая ночь от фирмы Dimensions. Начинала я вышивать ее в успе-новогоднее настроение. Девчонки там все позаканчивали, а у меня воссы ныне там, да? Ну, потому что у меня появились какие-то проекты, которые необходимо закончить срочно. Но я вместе с вами вот вышила вот такой вот небольшой кусочек, вышивала в этом месте всего лишь два часа каких-то. Вот такой, наверное, кусочек вышила вместе с вами. Тег мы отвечали на вопросы тега. И я ее чуть-чуть повышивала. Девчонки пишут мне, что расстроюсь, что я ее не закончила. Я ее закончу обязательно, потому что я очень хочу начать вышивать картину. Еще это же сапожок. А я хочу вышивать картину. Мне подарила Людочка схему. Огромное ей большое спасибо. Конва у меня черная есть. Там вышивается на черной конве 18 аккаунта у меня есть. Ниточки тоже. Большой выбор. Я так, что я смогу, наверное, что-то подобрать. Если не смогу, там, может быть, докуплю. Я просто еще не бралась. Я хочу сначала закончить эту работу, а потом уже подбирать ниточки туда. И неважно, в какое время года будет закончена эта работа. Я в том плане, что зимний же сюжет, да, а у меня снег еще будет лежать долго. Я не хочу пока озвучивать свои планы. Я их сделала на март, конечно, но я решила, знаете, как не озвучивать, потому что только озвучу. Я не знаю, как закон подлости какой-то, что-то вторгается в твои планы, что-то тебе надо делать, переделать. И поэтому, конечно, все-все меняется, все приходится менять. Поэтому этот сапожок я надеялась продвинуть хотя бы вот эту часть завышивать за февраль, но это вот планы не выполнены у меня теперь. Но здесь радует то, что здесь все это полукрест остался до самого верха и вниз. Там не так уж и много тоже креста, тоже будет полукрест. Так что самую такую центральную часть работы-то я выполнила, где больше всего было креста. Ну, полукрест, и сами знаете, он вышивается немножко-немножко быстрее. Вот, так что буду... Все так же храню его в этой большой сумке от Инночки. Большое спасибо. Ей просто, я не знаю, красота, просто какой-то, я не знаю, лайфхак какой-то для меня. Вот, и спаситель. Шикарно. Спасибо, Ин, большое за это. Так, и еще один процесс, который я начала тоже в феврале месяце, вот он как раз, он у меня... Ну, у меня был в планах на январь начать, но я думала, что я буду вышивать его в течение всего года. Но спасибо вам еще раз большое, что вы мне делали замечания, рекомендации, пожелания и родители. Тут, ну, мама моя, семья, муж. То есть мы на семейном совете решали этот вопрос, мол, а как же челлендж, все дела. И порешали, что мама одна, мама хочет календарь, надо сделать, но и в то же время нужно, чтобы актуальность тоже работы, она соблюдалась, поэтому календарь цветочный начат в феврале и вот два фрагмента уже вышито. Я начала не с первых, я начала с октября и ноября, вот потом вышью декабрь и вот так буду я потом двигаться вверх, вверх и вверх. Потратила я на вышивку этих двух фрагментов пять дней. Я, конечно, право те, кто писал, что я могу не успеть до 8 марта. Мама тут, видя, как я колупала целых 4 дня вот этот фрагмент, даже пошутила, говорит, ну, говорит, к лету завершишь. Но я решила, что вот надо сейчас упор, да, помарафонить, упор сделать. Надеюсь, у меня получится. Опять о планах сказала, ну, что теперь? Может быть, как говорится, сказал, да, сказался, назывался груздем, полезая в кузов, так говорят, да. или в лукошках, так говорят, как-то. Так что, ну, в общем, понимаете, да, что вот эта работа, она сейчас у меня активная в процессе. И, как видите, у меня сейчас получается вышивать по одному процессу за раз. я стараюсь просто в связи с тем видать, что со сроками это связано, что у меня надо к определенному сроку это подготовить, и поэтому я не переключалась на другие. Мне пишут, что очень ждут моих 12 красавиц, вы не поверите, как я по ним соскучилась, как я хочу их вышивать, и я очень надеюсь, что у меня хотя бы что-то планировать тоже не буду, как получится так, ну как рассказывать как получится уже загадывать достаточно сложно, потому что я еще, у меня же еще и кот базальт бисерный, который у меня дочь тоже просит завершить, ну и зрители тоже просят его завершить, и еще у меня там один процесс, который надо бы завершить, тоже было бы вот сейчас, я его планировала на 2019 год, но так в отдаленные планы будет, не будет, надо бы, да, вот, а еще надо подготовиться к Монолизе и сделать хотя бы несколько крестиков в марте месяце, то есть, ну как-то вот, да, громадье, громадье всего, посмотрим, как дальше все получится, и еще, конечно, мне хотелось бы повышивать там кое-какие маленькие сюжеты, ну посмотрим, ну в общем, я решила так, что пока надо не отливать, развлекаться, надо пока заняться плотненьким календарем, я заранее снимаю, сегодня 26 число, если будет время, я сниму еще кусочек, что вышло за вот эти три дня, февраля, если не получится, то, ну, сори, я уже тогда просто покажу вам то, что вот есть на сегодняшний день, а все остальное мы уже посмотрим в следующих видео, вот на этом у меня, пожалуй, все, спасибо вам за большую поддержку, я очень вам благодарна, очень вам благодарна, вы меня в комментариях так поддержите под видео о готовых работах, просто спасибо вам огромное, мне очень это приятно и очень для меня ценно, это стимулирует меня и мотивирует вышивать именно в таком духе дальше и завершать свои начатые процессы, и, конечно, мне хочется начинать, мне хочется начать, мне хочется, вот, даже не знаю, я вот, честно говоря, уже три месяца челленджа прошло, получается, декабрь, январь, февраль, осталось два с половиной месяца, так что, итоги как таковы, да, то есть, может быть, в отдельном эфире показать, ну, за челлендж у меня, получается, я не могу вспомнить, сколько работ я вышла за челлендж, честно говоря, ну, ладно, но, три таких работы средних, я бы сказала, да, зима, кот, лошадка и два небольших проекта, да, то есть, вот, которые были блокнот и такая в рамочке открыточка филин, ну, вот, как-то так, не так уж и много, три месяца прошло ведь, ну, ладно, хорошо, на этом, пожалуй, все, еще раз хочу просто принести свои извинения, правда, не знаю, это видео выйдет раньше или позже, я несколько раз пыталась снять видео о том, как загадать желание, но я поняла, что я очень много придираюсь к себе, я хочу, во-первых, сказать, о том, что я не гуру, и не специалист, и не профессионал в этой области, я всего лишь хотела поделиться как бы опытом, как это делаю я, потому что очень часто, очень много задают мне подобных вопросов, но когда я, как говорится, захотела смотреть это видео, и поняла, увидела, какой у вас отклик, я вдруг поняла, что это такая ответственность большая, и стала придираться, то есть я снимала два раза, я все удалила, мне не понравилось то, что я там наговорила, и в общем, не знаю, что происходит, Оксана придирается к себе, к своим, к своим бэкстичу, к своим французским узелкам, к тому, как снимает видео, наверное, просто февраль затянулся, зима затянулась, еще были морозы сильные, хочется весны, вот сейчас уже птички стали хоть щебетать, уже, знаете, скоро март, вы, наверное, видео этого посмотрите уже в первых днях марта, скорее всего, ну, вот такие вот дела, наверное, все в этом кроется, скорее всего, потому что я человек, который стремится мыслить позитивно в каждой ситуации жизненной, вот, а тут что-то прям сплошные придирки к себе появились, ну, ладно, в общем, еще раз спасибо вам большое за поддержку, девчонкам огромное спасибо в челлендже, что меня поддерживают, просто вот я, я вам очень-очень благодарна, очень благодарна, и кто пишет мне под видео, так приятно, вообще, вы даже не представляете, спасибо вам за эти ваши комментарии, за ваши просмотры, за ваши лайки, и так, сегодня 1 марта, я все-таки решила снять вам то, что у меня получилось на 1 марта, 3 объекта, 3 месяца я вышла, мне очень понравился вот этот сюжет, очень понравился, это декабрь здесь, ну, возможно, потому что здесь такие, знаете, шишки, я так для себя решила, что это пусть будут шишки кедровые, потому что здесь у нас кедрач везде и всюду растет, и этот цветок, я, конечно, не знаю, что это такое, но вот такая получилась у меня картинка, и я поняла для себя, что не могу я вышивать в день по этому сюжету, потому что нужно тогда от 8 до 10 часов, вот, представляете, вот, да, это просто контурная вышивка, но здесь вот я показываю, видите, как мелко сделаны стежки, и поэтому все равно при моей скорости получается 8-10 часов, я уже вот здесь срубилась, да, вот, я вот этот листочек, веточку эту не вышила, в шестом часу утра уже отложила, поняла, что ну что это, ну это совсем уже график свой ломать-ломать, и так он у меня переместился на ночное бдение, поэтому, да, чтобы вышивать где-то 4 часов, 4 часа, 5 часов в день, это, ну, по 2 дня на фрагмент, получается, при моей скорости, вот, начала была уже 9 месяц, это 10, я так понимаю, это здесь георгин будет, и розы здесь, это месяц рождения моей мамы, то есть в сентябре будет ей 70 лет уже, и не знаю почему, ну, как-то вот у меня идет, да, что я вот дошла до сюда, пошла наверх, и вот, наверное, буду вот так, такими зигзагами буду вышивать, так что решила я вышивать все-таки в удовольствие ее, да, то есть, ну, столько, сколько смогу, не насиловать свой день, потому что, ну, к сожалению, так сложилось, что 8-10 часов на вышивку мне найти сейчас не так-то просто в день, как-то так, да, повздыхала, поухала Оксана, пожалелась, вот, ну, все равно, ну, как получится, теперь как получится, все, так и получится, на этом у меня вот все, на февраль месяц, это все, что я сделала, на этом, на этом с вами хочу попрощаться, с вами была Оксана Дереза, увидимся в следующем видео, пока-пока,